приветствую коллеги ассалам алейкум мир дома вашему мы начинаем сегодняшний мастер-класс который посвящен тому как найти информацию о пользователе в linux ну я детально расскажу 11 способов как это все сделать и так коллеги проверка связи если вы на месте если вы готовы пожалуйста напишите плюс в чат ну или в комментарии проверка связи мими 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 если слышно хорошо то мы будем начинать для тех кто меня не знает давайте знакомиться меня зовут константин герасименко и сертифицированный инструктор акаде мициска и linux professional института кандидат технических наук по специальности информационной технологии но здесь я представляю университет садиком где мы помогаем студентам начать эти карьеру айти специалистам повысить квалификацию повысить экспертность и зарабатывать больше а компаниям найти высоко квалифицированные кадры мастер-класс это новый формат обучения основанный на принципе ленен байду и обучение на практике ну или практическое обучение соответственно коллеги я буду все рассказывать показывать объяснять демонстрировать но ваша задача за мной все повторить как результат у вас появятся вот те самые знания умения и навыки которые вы сможете продать работодателю зарабатывать больше но и вообще изменить свою жизнь к лучшему к стабильному прогнозируемую лучшему в этом коллеги присоединяйтесь и так что нам что вам потребуется сегодня для успешного выполнения этого мастер-класса потребуется система на базе линукса да то есть любой линукс говорится пригодится вот дальше я специально для вас написал статью в нашем блоге соответственно чтобы вы там не всматривались все в эти команды бывает что плохо видно плохое качество интернета плохая картинка поэтому есть статья в блоге и по этой статье вы легко сможете все это дело повторить и соответственно у вас все получится ссылку на статью вы найдете в описании под этим видео в комментарии в чате поэтому переходите по ссылке и как говорится поехали традиционно начнем как бы с теории да все буду показывать объяснять в этом давайте двигаться и так первый способ как найти информацию пользователей ну нужно ли это сделать то бывает нужно весьма нужно особенно если вас там какие-то серьезные сервера где-то много пользователей до соответственно вот умение находить смотреть когда он логинился когда что где куда да то есть поэтому эти навыки вам точно пригодятся и так начнем способа номер один это команда айди соответственно если вы напишите айди тот соответственно вы можете узнать идентификатор пользователя unified user айди да группа айди гид вот ну и в каких пользу группах пользователь состоит ну что коллеги давайте делать терминал открывай соответственно пишем айди и соответственно вот я вижу пользователя в каких он там уиды всяких уиды и там и так дальше в каких группах состоит все это дело видно значит что важно то что я написал айди и я вижу пользователя под которым я сейчас залогиненный в системе да то есть если я например стану супер пользователем рутом то соответственно айди у меня уже обратите внимание другой но что важно то что вы можете написать другим способом вы можете написать айди а дальше пользователя у меня пользователь юзер о котором я хочу узнать нужную информацию соответственно айди юзер и я вот вижу всю необходимую информацию того пользователя который меня интересует в каких группах состоит и так дальше удобно то удобно но как бы скажем это удобнее чем смотреть там вот все это дело с различных файлов системных файлов да поэтому вот такой вот способ номер один и так коллеги кого получилось как у меня пожалуйста повторяйте за мной ленан байдуин хотите чтобы в голове что-то у осталось то нужно обязательно это проделать руками ну и проделать конечно самому поэтому цифра 1 это означает что вы супер-пупер молодец ну и у вас все получилось как у меня и так едем дальше следующая утилита это удели так groups соответственно таки пишем гру с ну если я нажму гроб стату я увижу значит группу гид гид текущего пользователя но у меня руда поэтому я и это дело все вот и увидел но если я напишу через пробел опять таки пользователя который меня интересует юзер нажму enter то вот пожалуйста я вижу всю информацию о пользователе юзер а соответственно в каких группах он состоит ну вот юзер дан адм вот пожалуйста да сидером суду гипта дададад сам башарин и так дальше да то есть вот пожалуйста здесь это видно ну вот и вы кстати можете перепробовав все эти утилиты для себя выяснить какая же из этих утилит или команд лучше да ну если так посмотреть то групп с как бы не очень вот айди мне больше нравится почему иди больше нравится ну да потому что здесь вот как бы идентификаторы в скобках что это за группы или пользователи да то есть как бы получше на самом деле отображать но тем не менее групп с утилита у нас есть команда групп да и тоже ею можно пользоваться и так или если у вас получилось как у меня нажмите цифру 2 в чат это означает что вы супер-пупер молодец и утилиты групп с научились пользоваться движемся вперед следующая утилита которая весьма интересно это утилита finger но какой важный момент финн где-то значит важный момент то что по умолчанию она не стоит и соответственно нужно это дело все установить значит в статье есть команды для установки в дебе не в бунте в редхейтах и внуй федора соответственно да поэтому можно это дело все сделать и так я уже супер-пользователь поэтому я просто пишу apte install install finger если вы обычный пользователь пишите спереди суда ну собственно как и в статье и так устанавливается буквально тут секундочку вот и соответственно дальше уже можно пользоваться и так что нам выдает команда finger выдает имя учетной записи тип терминала домашний каталог время нахождения в системы и тип оболочки ну что давайте посмотрим фингер юзер юзер нажимаем enter ну вот пожалуйста здесь у меня вот вся эта информация прямо высветилась да то есть вот пожалуйста значит логин сразу видно нейм там до холдарик тари пожалуйста shell ну вот у меня башда значит science он science когда я там собственно вошел все это дело видно да ну и дальше где тут еще состою да то есть вот в каких группах этот самый пользователь тоже состоит ну вот вот тоже что удобно как по мне весьма даже можно пользоваться и так коллеги у кого получилось с утилита finger как у меня пожалуйста напишите цифру 3 в чат это означает что вы супер-пупер молодец ну а мы движемся вперед соответственно следующая утилита это get and вот соответственно она позволяет обратиться к различным базам вот ну таких как там по сваде например там да и тоже оттуда достать нужную вам информацию и так ну что давайте тестируем тестируем и так пишем get and по сваде пробел юзер да и и нажимаем enter ну и что мы видим мы видим по сути кусок файла ядека по сваде на то есть вот пожалуйста тоже нашли тоже можно пользоваться вот ну колонки этого файла я думаю что вы наверняка знаете но на всякий случай так вначале это имя пользователя дальше x означает что файл зашифрованный хранится в виде хэша файле и тк шадов дальше идет идентификатор пользователя идентификатор группы в которой гид в которой пользователь состоит дальше идет его описание там то есть что это за пользователь дальше идет у нас home directory домашняя папка где это все хранится ну и собственно оболочка слышь бен слышь бас что то есть вот такая вот информация здесь присутствует и так коллеги у кого получилось как у меня get and вот отработал да напишите цифру 4 это означает что вы супер-пупер молодец но я двигаюсь дальше и так а дальше у меня утилит от ну или команда греб соответственно с помощью греба тоже можно доставать нужную вам информацию и так давайте делаем греб греб минус ай дальше указываем что мы там ищем юзера ищем да и где слышь и тк слышь по свд по свд и так нажимаем enter ну и пожалуйста где у нас произошло совпадение всего этого дела то соответственно вот пожалуйста это дело у меня и вывелось но опять таки греб он выводит даже если совпадение есть вот посредине где-то там да ну вот нас конкретно интересует юзер то соответственно вот пожалуйста конкретно юзерду можно конечно подшаманить как говорится да и попробовать сделать начало строки вот пожалуйста таким образом добавить символ каретки в начало перед именем пользователя добавить символ каретки то соответственно выведется именно тот пользователь который вас интересует но опять таки это подстановки глобин и ваш коллеги дай как говорится добро пожаловать на курсы линукса то есть это дело все изучается вот в курсе линукса так ну чё здорово гребом воспользовались отлично и так в кого получилось как у меня с гребом пожалуйста кто еще изучил подстановки как искать в начале строке пожалуйста напишите цифру 5 в чат это означает что вы супер купер молодец ну а я перехожу дальше и так следующий утилит у меня это ls логинс соответственно тоже показывает систему информацию системных файлов сетка посвятой и тк шадов и журнала слэш вар лог дабл тмп соответственно тоже это дело все удобно и так значит поехали лс логин логинс и соответственно минус q и мы это дело все увидим ну вот пожалуйста какие пользователи здесь у меня системы присутствуют но вот я зашел под рутом сейчас да то есть я вот я сейчас урут хуй то я рут но и пользователь юзер тоже вошел систему обратите внимание идентификатор совпадает а то есть вас логин когда я вошел все это дело тоже видно если вас значит интересует конкретный пользователь по моему можно написать минус ю юзер сейчас попробую вот тоже можно написать минус ю юзер и соответственно здесь прям очень детальная информация про пользователя до соответственно еще раз лс логинс минус ю юзерс вы увидите все о пользователе соответственно его юзер нэм улит значит там home directory баш там но логин но здесь но логин это значит но да то есть он может входить систему как зашифрован пароль в файле и тк шадов там до праймере группа в каких группах состоит терминал когда вошел там да то есть пожалуйста все это дело когда пароль был поменен и там сколько он действительный last логины тоже пожалуйста видно когда я входил в систему то есть вот такая вот удобная утилита коллеги значит лс логинс пожалуйста берите пользуйтесь прям вот здорово и так в кого получилось как у меня пожалуйста напишите цифру 6 в чат это означает что вы супер-пупер молодец но мы движемся дальше и так следующая утилита значит с которой мы будем сегодня работать это утилита users users и соответственно вот пожалуйста отображает вот имена пользователей которые вот авторизированы вот в данный момент в системе да то есть кто выполнил вход в систему значит ночью тоже здорово и так следующая команда кого получилось как у меня пожалуйста напишите цифру 7 в чат это означает что вы супер-пупер молодец следующая весьма интересный инструмент это команда ху ху да значит ну вот давайте я напишу ху и тоже видно кто же вошел в систему да то есть вот вот юзер соответственно видно когда это дело произошло тоже весьма удобно значит а юзер минус и вот так вот а вот ну по сути то же самое тоже это дело все отображается как вошел в систему и так коллеги цифра 8 чат если вы воспользовались ху и у вас получилось как у меня едем дальше следующий инструмент это команда дабл 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 дону просто дабл пишем ну и по сути по сути вы скажете похоже на ху да похоже на ху и вот здесь вот еще есть такая колонка w mist вот это означает что какую команду конкретно выполняет этот пользователь ну и здесь вот видно что пользователь юзер вот прямо сейчас выполняет great терминал который вот на пайта не написаны да ну гайк терминал это вот это да все вот вошел в этот самый терминал и соответственно это тоже здесь видно значит что еще интересно то что в шапке видны текущее время работы операционной системы да то есть сколько моя система работает вот значит текущее время тогда текущее время дальше сколько системы работает вот сколько пользователь залогинины дальше на загрузка на систему да тоже это дело все видно вот статистика ну и если тут пользователь вошел там например то терминал from это откуда как он залогинился но если удаленно то соответственно там будет айпи адрес травы там бездействует или что-то запустил тоже видно да вот все это вот процессор потребления ну и вот самая интересная колонка вот соответственно что запустил конкретно пользователь и так коллеги у кого получилось как у меня цифра 9 в чат с даболом разобрались ну как по мне самое такое удобное да можно так быстро посмотреть итак цифра в 9 от если как у меня едем дальше следующая команда last last соответственно с помощью клея извините значит last last с помощью last вы можете взять и увидеть кто же входил когда в вашу систему но я вот здесь вот это разверну так вот прокручу значит что важно то что здесь вверху отображаются вот самые свежие входы в систему да то есть вот пожалуйста это я вошел в систему вот стил логини то то есть я сейчас вошел в систему и работаю да тоже это дело видно но это сколько я там был в системе вот тоже стил логини тут вот вот стил ранен кстати видно когда система была включена да то есть когда компьютер был включенный но и стил ранен означает означает то что то что вот система прям сейчас работает а ну вот домой ноутбук сейчас работает ну а здесь тоже видно время работают если вы посмотрите вот два часа 39 минут там до час 11 вот 18 минут в час сорок четыре вот там до сколько ноутбук работал то есть вот пожалуйста это тоже все можно вот таким вот образом вот тут я психанул 8 часов 23 минуты поработал ну то есть два часа 30 минут поработал да то есть вот пожалуйста видно прям историю системы кто вошел кто работал это все дело значит а я кручу прокруткой но что важно вы можете это дело перенаправить все в лес то есть пишите last пробел вертикальный слэш лес и соответственно вот пожалуйста можно здесь вот так вот тут туда сюда ну и соответственно искать нужного пользователя то есть вот пользуйтесь перед направлением тоже весьма весьма бывает удобно и так если использовать опцию минус эй то вы увидите все учетные записи но у меня на компьютере last минус эй здесь ну по сути то же самое да но у меня как бы один пользователь поэтому особо здесь ничего разницы не увидишь но что интересно то что вы можете вот такой опцией воспользоваться это параметр п и написать науда и соответственно вот видно кто же прямо сейчас то есть не видеть это длиннющий весь список да а прям видно что вот я например сейчас логинит это тоже логинит ну и вот мой компьютер как бы включился на то что пожалуйста таким образом это тоже можно все выяснить и так это была команда last в кого получилось как у меня цифра 10 в чат или в комментарий это означает что вы супер молодец и так движемся дальше следующее что мы смотрим следующая утилита или команда это last lock очищаем и так пишем last lock last lock и соответственно тоже посмотрим что же у меня здесь интересно значит от здесь все пользователи вот которые есть у меня в системе ну и что интересно то что здесь написано never log in да то есть никогда не входил в систему до никогда не входил в систему но дело в том что у меня ноутбук здесь я даже не знаю здесь у меня работает с с минус тунам значит я даже не знаю работает у меня здесь с этот как его open ssh служба работает но я не залогинивался до ни разу удаленно не входил в систему поясы вот а команда last lock она показывает именно входы пользователей удаленно да то есть через там sshd но так как здесь вот никто не входил на слог дату то соответственно вот я вижу что прям на его логин на его логин на его логин рут тоже на его логин хотя и сейчас подрутом работают она и здесь именно показывается удаленные входы пользователи вот тоже юзер например на его логин ну него логин это значит не уходил удаленно но вот такие вот моменты если вы будете смотреть на сервере на сервере то соответственно last lock минус ю юзер если будете смотреть на сервере то там будет видно айпи адрес когда пользователь последний раз входил систему и так в кого получилось как у меня коллеги напишите цифру 11 это была команда утилита last lock который показывает удаленные входы в систему ну чё здорово да вот такие вот собственно коллеги у нас сегодня были 11 инструментов для того чтобы посмотреть какие пользователи есть в системе да то есть какие детальные информацию какие то из этих способов более предпочтительные какие то более удобные какие то еще там с нюансами одним словом попробуйте какие из этих способов вам подходит потому что в любом случае вам придется узнать искать там да то есть вот вот какие пользователи где что в какие группы уходе да то есть это как бы каждодневная работа системного инженера поэтому эти способами нужно владеть напишите пожалуйста в комментарии ну или в чате какой вам там способ более предпочтительным каким вы пользуетесь ну или может быть я какой-то из этих способов забыл дам поэтому вот как говорится добро пожаловать подправьте добавьте или там покритикуйте но если для вас интересно да кому видео было коллеги сегодня полезным оцените его лайкой правликом в подобайкой просто поставьте палец вверх ну а если для вас интересна тема линукса сетей кибербезопасности программируемых систем то мы вас приглашаем к нам на курсы где вы сможете систематизировать все ваши знания разложить это дело все по полочкам вот в таком вот формате ленен пойду и да я делаю вы повторяете соответственно все будет получаться дальше мы выдаем международные сертификаты скидку на международные сертификаты и что важно помогаем с трудоустройством большие международные компании в этом коллеги присоединяйтесь ну и будем двигаться вперед ну а на этом все ассалам алейкум мир вашему берегите себя своих близких несите тяготы друг друга помните коллеги что сила в единстве поэтому если что-либо не получается то пожалуйста пишите комментарии под этим видео пишите на почту пишите в мой личный ватсап все что наших силах вся наша команда будет вам помогать ну а на этом все всем до свидания